Это программа День с толком. Сегодня снова вместе подведем итоги уходящей недели. В студии Елена Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с давно волнующей населения края проблемы бродячих собак. Ее на неделе обсудили в администрации Барнаула. И в итоге власти пришли к выводу, что наделить полномочиями на отлов бездомных животных нужно несколько организаций подведомственных мэрий. Сегодня единственным исполнителем муниципальных контрактов является приют Ласка. Но, как заявил накануне глава города Вячеслав Франк, мощности Ласки не хватает, чтобы обеспечить безопасность жителей. В текущем году с приютом заключили договор на 4 миллиона 600 тысяч рублей. Предполагается, что будет еще один контракт на 1 миллион 700 тысяч. Вячеслав Франк поручил проработать вопрос о том, чтобы предприятия сферы ЖКХ и благоустройство тоже получили полномочия на отлов и содержание хвостатых бродяг. Кстати, накануне председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов заявил, что для решения проблемы бездомных животных в Алтайском крае необходимо построить как минимум 30 приютов, что потребует порядка 2 миллиардов рублей. Серов подчеркнул, что без финансовой поддержки федерального центра с этой задачей не справиться. А теперь, пожалуй, к центральной теме этой недели – встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко с Владимиром Путиным. Общение проходило в режиме видеоконференции, во время которой глава региона попросил у президента помочь отремонтировать трассу до Казахстана. Сейчас в нормальном состоянии, сообщил Томенко, только треть дороги, длина которой 400 километров. При этом интенсивность движения до 5000 машин в сутки, а в плановом режиме федеральные средства на нее не запланированы. Если можно, Владимир Владимирович, я бы хотел обратиться с просьбой дать поручение правительству Российской Федерации включить федеральную адресную инвестиционную программу эту дорогу. Там у нас на ней еще 47 километров щебеночного покрытия. Губернатор рассказал президенту и о строительстве нового терминала в Барнаульском аэропорту, который позволит принимать гораздо больше туристов, чем раньше. Число пассажиров уже приближается к отметке в 700 тысяч человек. Терминал строится на средства инвесторов, но деньги требуются и на другие цели. Поддержку от федерального правительства Виктор Томенко попросил и еще на пару социальных объектов. На строительство школы на 1100 человек в индустриальном районе Барнаула и возведение офтальмологической поликлиники со стационаром и несколькими операционными. Объект опойдется в 950 миллионов рублей. Губернатор просил включить объекты в адресную инвестиционную программу. В свою очередь президент просил обратить внимание на увеличение числа социально значимых заболеваний в крае и в связи с этим на решение проблем работников здравоохранения в регионе. А в Барнауле на неделе приступили непосредственно к строительству многоуровневой развязки на Зминогорском тракте. Так на днях там начал свою работу огромный бураям. Напомним, трехуровневая развязка будет включать в себя полутоннель и эстакаду. Пропускная способность нового объекта составит около 70 тысяч машин в сутки. Завершить все работы планируют в декабре следующего года. Сумма контракта внушительная. Строительство обойдется почти в 3 миллиарда рублей. Ранее власти говорили о том, что развязка повлияет на развитие как южной части краевой столицы, так и на развитие всего юга Алтайского края. Так, масштабный дорожный объект обеспечит удобный выезд на федеральную трассу А-322 в сторону Рубцовска до границы с Казахстаном. На новый этап вышли работы на мосту у нового рынка. Там строители приступили к монтажу одного из трех пролетов. И сразу же после майских праздников на объекте планируют начать укладывать трамвайные пути. Подробнее о ходе ремонта путепровода в сюжете далее. В течение трех дней на этом путепроводе смонтируют 25 балок и основное тело маленького путепровода будет собрано. Далее строители приступят к обустройству будущей дороги, а именно к установке защитных слоев и переходных зон. Он у нас как по графику и шел в более раннем графике по монтажу, так и идет. На большом путепроводе бывшем восьми пролетном, который сейчас станет трех пролетным, там продолжаем работы по возведению верхних частей опор, чтобы после майских праздников тоже приступить уже к монтажу пролетных строений. Для устройства трамвайных путей строители сформируют отдельный конструктив. На него в дальнейшем будет укладываться шпальная рельсная решетка. Рельсы расположат на одном уровне с проезжей частью. Напомним, мост был закрыт ровно год назад. По окончании работы здесь каждая из сторон будет включать в себя три полосы движения транспорта, две трамвайные линии и широкие пешеходные тротуары. Запустить обновленный мост планируют в ноябре 2023 года. Сроки обещают не сдвигать. Дмитрий Дроздов, День с толком. А между тем, эстафету пробок и заторов из-за ремонта коммунального моста принял Бийск. Здесь в первые майские выходные случился настоящий транспортный коллапс. С такой картиной жители Бийска столкнулись еще перед началом выходных. Огромный затор через город в районе коммунального моста. Напомним, здесь, по примеру Барнаула, сделали выделенную полосу для общественного транспорта и организовали реверсивное движение. По мнению самих горожан, на ситуацию повлиял огромный поток туристов, который направлялся в Горный Алтай. Еще одной причиной затора стало разведение понтонного моста, альтернативного проезда через Бию. Переправу развели, чтобы пропустить по воде скопившийся за зиму мусор и бревна. И предполагалось, что на это уйдет не больше пары часов, но мусор сорвал буи, крепления которым подведены тросы. Последние просто упали на дно. Позже их нашли и движение по понтонному мосту открыли, чему были рады водители. Сейчас начались очередные длинные выходные и поток туристов снова направился в Горный Алтай. Посмотрим, будут ли большие заторы на этот раз. И еще одна новость, связанная с дорогами, а точнее с происшествием на них. Семья из Барнаула ищет очевидцев ДТП с трамваем и пытается разобраться, почему же их муж и отец сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. Резонансная авария произошла на пересечении Ленина и Аносова 20 апреля. Наша съемочная группа встретилась с супругой пострадавшего и узнала подробности. Мне прислали фотографию с места ДТП, то есть уже взятую из новостей. Сразу увидела, что это машина мужа. Увидела на фотографии, что стоит скорая помощь, он лежит на носилках. 20 апреля. Время почти 8 утра. Пересечение Ленина и Аносова. Трамвай на несколько метров протащил машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. За рулем находился Барнаулец Николай Андреянов. Мужчина собирался повернуть на перекрестке. Уже две недели он находится в тяжелом состоянии в больнице. Травмы очень серьезные. Состояние тяжелое. Вся левая сторона травмирована. Травмы очень серьезные. Он находится сейчас на ИВЛ. Естественно, говорить он не может. Виктория не верит, что ее муж мог быть виновен в ДТП. По ее мнению, если бы мужчина, выезжая с парковки, проехал бы на Красный, сначала он столкнулся бы с машинами, а не сразу с трамваем. Юлия Ершова – водитель троллейбуса. Женщина видела сам удар. Мы подъехали к перекрестку. Нам загорелся запрещающий сигнал светофора. Мы остановились. Зачастую же на многих перекрестках трамваем горит отдельная секция. Я изначально тоже подумала. То есть даже я бы и не подумала на трамвай, что там что-то он может не так сделать. А когда уже потом я уже сделала оборотный круг, обратно еду и смотрю, что, оказывается, светофорт работает для проспекта Ленина одинаково, а для трамваев нет секции тут. В распоряжении нашей редакции оказалось такое обращение, которое, по словам нашего источника, разместили в трамвайном и троллейбусном депо. По этой версии водитель такси неожиданно выехал на перекресток, не уступив трамваю. Но и водитель трамвая двигался со скоростью 40 км в час. Водители последствия данного ДТП можно было снизить или избежать, если бы водитель трамвая, проезжая данный перекресток соблюдала пункт должностной инструкции двигаться через перекресток в режиме выбега. Выбирать скорость, обеспечивающую безопасность движения, но не превышающую 20 км в час. Мы написали запрос в управление МВД по городу Барнаулу, чтобы узнать официальную версию по этому делу. Ответ поступит в ближайшее время. А пока процитируем телеграм-канал «Инцидент Барнаул». В день аварии там опубликовали следующее сообщение со ссылкой на госавтоинспекцию. Водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Ниссан-Терана, при выезде на дорогу с прилегающей территории не уступил дорогу трамваю под управлением водителя женщины 1979 года рождения. Предварительно уже его обвинили. То есть предварительно является виновником он. Ну а там дальше следствие идет, следствие покажет. И если вы стали очевидцем этой аварии и хотите помочь семье разобраться в том, что произошло, можете обратиться к Виктории. Ее телефон вы видите на своих экранах. Ну а мы еще обязательно вернемся к этой истории. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В Алтайском крае на неделе начали отключать отопление. Так накануне в Барнауле официально завершился отопительный сезон. И уже с 15 мая стартуют ежегодные испытания тепловых сетей и начнутся поэтапные отключения воды. Для потребителей ТЭЦ-3 предусмотрено 5 периодов отключений, еще 2 для потребителей ТЭЦ-2. Добавим также, что батареи перестали быть горячими в Бийске и Новоалтайске. В целом же, напомним, отопление отключают, когда среднесуточные температуры выходят на стабильный плюс. И вот из-за погоды в России ожидают ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах. Среди них есть и наш. Об этом сообщила МЧС. Также под угрозой Красноярский край, Новосибирская и Омская области. По информации синоптиков, в Алтайском крае с 3 по 5 мая на большей части региона сохранялась высокая пожароопасность 4 класс. Особый противопожарный режим продлили и на период с 6 по 10 мая. В это время особо опасно поджигать сухую траву, бросать непотушенные сигареты. Отметим, дальше в мае спасатели ожидают только усиление огненной стихии. А между тем, с начала года на территории Алтайского края уже зарегистрировали свыше 1100 природных пожаров. 12 из них в лесах. И начиная с сегодняшнего дня температура в регионе резко начнет подниматься. Так местами по краю воздух прогреется до плюс 26 и далее ежедневно будет становиться все жарче. 9 мая аж до плюс 29. При этом осадков не ожидается. Риск воспламенений очень высок. В преддверии наступления жары, проблему природных пожаров и вопросы ответственности за нарушение правил безопасности в обращении с огнем, моя коллега Татьяна Голубева обсудила заместителем начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андреем Нейманом. Андрей Викторович, с начала этого года уже произошло в регионе 1100, по-моему, ландшафтных пожаров. Цифра огромная. Почему так много и больше ли эта цифра средняя статистическая? Если этот год брать во внимание, у нас количество природных пожаров, мы отмечаем, что несколько снизилось. Опять же, из-за того, что весна у нас затяжная, у нас было достаточное количество осадков и в виде дождя, и в виде снега. Но вот оставшийся период до наступления такой уже более стабильной ситуации, на майские праздники прогноз, к сожалению, в этом плане не очень благоприятный. Причиной возникновения ландшафтных пожаров является человек в результате неосторожного обращения с огнем, либо к каким-то причинам технологическим, либо из-за транспорта. Электрические причины тоже у нас преобладают. Поэтому вся наша деятельность как раз и направлена на предупреждение, на профилактику, на доведение информации населению. Это в плане взаимодействия с гражданами. А вот по главной задаче, как раз вот, что мы как бы преследуем, к чему мы стремимся, это защитить населенные пункты, соответственно, и людей, которые там проживают, от крупных природных пожаров, которые могут перейти с соседних полей, либо с лесов. Здесь уже как раз задача, она в первую очередь органов власти, органов местного самоуправления. И здесь очень большое внимание уделяется этому и со стороны правительства Алтайского края и главного управления МЧС. Вот, кстати, мы в эти периоды очень благодарны нашим ведомствам силовым МВД, Росгвардия, Россельхознадзор в плане пресечения как раз вот нарушений, связанных с пользованием открытым огнем и нарушений требований пожарной безопасности. Ну, раз мы уже заговорили о пользовании открытым огнем, да, и нарушениях, какие наказания существуют за палой травы. Были ли уже в этом году какие-то прецеденты? Штрафовали кого-то? Да, в плане административной ответственности, да, мы понимаем, что если серьезных последствий не наступило, это санкции, начиная от предупреждения и штрафами заканчивается. В прошлом году были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, они увеличивались практически в три раза. Сейчас составляют до 10 тысяч, это если в условиях особо обычного времени, и если введен особый противопожарный режим, как это вот сейчас у нас, это уже награждан до 20 тысяч. И требования там, естественно, гораздо жестче. Ну, вот мы говорим, что у нас ландшафтных пожаров нынче меньше, но кого-то уже наказывали или нет? Да, у нас порядка 500 протоколов сейчас составлено. Естественно, мы стараемся подходить к этому взвешенно, правильно. Не каждого, да? Да, в большинстве случаев это пока предупреждение. Я вижу на карте, а вообще какие районы у нас наиболее пожароопасные в Алтайском крае? Мне кажется, очень много. Ну, это традиционно. Так вот, если с севера, это у нас Славгородский, Каменский район, Шлаболихинский район, Заринский район, Олейский, Рубцовский, Усть-Пристанский. Ну, это вот, так скажем, зависит от того, насколько там в этих районах занимаются там вопросами сельхозпроизводства. Где-то больше полей на покос. Ну, вот от этого зависит. Где-то больше лесов, где-то меньше. Ну, вот так в основном я вам сейчас назвал те районы, где больше всего регистрируется возгорание. В этом году уже были какие-то ликвидированы крупные пожары в природной среде? Ну, один мы точно все знаем. Ну, давайте еще раз напомним про это. Ну, самый крупный пожар – это лесной, который перешел к нам с республики Казахстан. Площадь более тысячи гектаров. Это серьезная площадь. Мы, так скажем, по сравнению с прошлым годом, десятки раз меньше площадь имели. Хотя количество, опять же, лесных пожаров в этом году мы отмечаем меньше. Мы уже сказали, да, что в крае ведет на нас противопожарный режим. Еще раз скажите, что это вообще означает? Введение особого противопожарного режима предполагает введение еще каких-то ограничительных мер для населения. В первую очередь, это запрет пользования открытым огнем. Для того, чтобы вот этот период пройти, он не такой длительный. И чтобы нам эти причины, так скажем, устранить, это вводится. Также вводится ограничение, запрет на вход населения в леса. И плюс там еще несколько ограничений, которые касаются сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей. Ну а так, в основном, это вот два таких основных серьезных нарушения. Смотрите, сейчас у нас теплые выходные, достаточно много, там сколько, 4 дня получается, да. И температура 27-30 градусов, люди наверняка пойдут все-таки на природу. Какие-то есть вот еще категорические запреты на то, что вообще категорически нельзя делать? Ну потому что все равно пойдут. И в лес пойдут. Ну на это я скажу, что для того, чтобы эти меры соблюдались, наши сотрудники в выходные будут все работать. И полиции, и Росгвардии, и те граждане, которые будут нарушать эти меры, они будут нести ответственность. Поэтому, ну вот, все о чем сказано. То есть категорически в лес нельзя? Ну то есть в лес можно, наверное? Нельзя. Нет. Нет, нельзя? Нельзя. А раз... Я думаю, что в лес можно, просто в ходить нельзя? Въезжать нельзя. То есть погулять даже по лесу нельзя? Ну, конечно, здесь, может быть, до каких-то абсурдных вещей не будем. Если это где-то городской лес. Опять же, есть понятие городской лес, есть федеральные леса. Ну, в первую очередь, конечно, эти ограничения касаются пользования открытым огнем. Ну а так, ограничения и на транспорте нельзя въезжать, и входить. В период празднования 9 мая на территории края действует особый противопожарный режим. Поэтому обращаюсь с просьбой не пользоваться открытым огнем и соблюдать ограничительные меры, связанные с запретом на разведение костров и сжигание мусора. А теперь о мошенниках. Следователи края предупреждают, активизировались те, кто представляются уже не работниками банка, а сотрудниками правоохранительных или следственных органов. В разговоре по телефону мошенники сообщают, что в отношении человека банком проводится проверка. Для сбережения средств предлагают перевести деньги на другой счет, либо выясняют пароли онлайн-доступа к банку гражданина. Частенько мошенники ссылаются на то, что проводят проверку либо расследование уголовных дел. Причем злоумышленники могут звонить с номеров, которые полностью идентичны номерам телефонов ведомств. Они используют систему подмены телефонных номеров. Следователи напоминают, что они граждан извещают именно в письменном виде, где указывают основания для вызова, а также место и время проведения следственных мероприятий. При поступлении подозрительных звонков, предостерегают правоохранители, не нужно передавать сведения и личные персональные данные. За разъяснениями по данным фактам нужно обращаться по телефону доверия следственного управления 29 80 94 или 29 80 28. На этой неделе прошел Всемирный день борьбы с астмой. В нашем регионе для ее лечения начали применять таргетную терапию. Первыми такого рода лечения практиковали онкологи. Теперь используют и пульмонологи. Людей, получающих уколы от астмы, в край единицы, и все они болеют тяжелой формой. Остальных лечат традиционными способами. Сейчас в регионе на учете 36 тысяч больных астмой. Каковы первые симптомы болезни? Что ее провоцирует и как не допустить обострения? Расскажем далее. 40% пациентов отделения пульмонологии, краево-клинической больницы – астматики. Елена Ганичева из Волчихинского района попала сюда по скорой. Ждать направления в отделение уже не могла. После вирусного заболевания болезнь начала прогрессировать. Не помогали и лекарства, которые принимает постоянно. На самом деле астма – заболевание наследственное и чаще всего проявляется в детском возрасте. Особенно у мальчиков. Но в последние годы все чаще становится болезнью приобретенной. Существуют триггеры развития бронхиальной астмы. Она может длительное время не проявляться, но проснуться под влиянием неблагоприятных внешних факторов. Производственных, экологических, курения, перенесенных вирусных или бактериальных инфекций. После пневмонии, после ковида очень у многих пациентов дебютировала бронхиальная астма. Провоцирует астму и лишний вес, и беременность, и зрелый возраст у женщин. Ну а признаки заболевания – нехватка воздуха, заложенность в груди, свист, приступообразный кашель. Но определить болезнь самостоятельно у пациента вряд ли получится. Почти каждого, у кого есть такие симптомы, врачи направляют на спирографию, где исследуют функции внешнего дыхания. Грубо говоря, мы меряем жизненные объемы легких, объем вдоха, выдоха и скоростные показатели прохождения воздуха по бронхам. На основании чего мы можем сказать, нормальный человек справляется со своим дыханием, или у него есть какие-то нарушения. Для лечения бронхиальной астмы существует целый спектр лекарств. Но чаще всего это разного рода ингаляторы – порошковые и аэрозольные. Как нам сказали сегодня врачи, список большой, и препаратов сейчас хватает. Действует импортозамещение. Главное, чтобы подбирал их для больного медик и научил правильно ими пользоваться. Делаем акцент на том, что при использовании дозированных аэрозольных ингаляторов предпочтительно использовать спейсер. Как бы минимизировать побочные действия, чтобы пациент лучше, эффективнее получал дозу ингаляторов. Но чтобы избежать астматических обострений, пульмонологи рекомендуют реже контактировать с аллергенами, принимать лечение, назначенное аллергологом, реже простывать и вакцинироваться, чтобы снизить риск вирусных болезней – провокаторов бронхиальной астмы. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Всю неделю жители края голосовали за общественные территории, которые могут быть масштабно благоустроены. В Барнауле в последние дни на первое место в народном голосовании вырвалась Демидовская площадь. Ранее в лидерах был Сиреневый бульвар. Вот такая неожиданная рокировка. А между тем, отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Евангелев, жители нашего региона, в том числе его столицы, все активнее участвуют в опросе по благоустройству общественных территорий. На сегодняшний день лидер по числу набранных голосов в целом по краю – село Гальпштадт в немецком национальном районе. За его благоустройство проголосовал каждый третий житель населенного пункта. Вторые и третьи места в народном рейтинге заняли села Косиха и Шилоболиха. За города региона активно голосует население Олейска и Рубцовска. Там участие в опросе приняли более 10% человек. И мы видим интерес, мы видим активность граждан. А почему это происходит? Потому что люди видят, что их голос фактически что-то решает. Интересно очень, что чем крупнее город, тем, конечно, меньше доли каждого голоса. И вот это участие личное, например, в маленьких населенных пунктах, оно более значимо. Отметим, в прошлом году за благоустройство общественных территорий по национальному проекту проголосовало 105 тысяч жителей края. Это на 30% больше, чем в позапрошлом. В 2023-м ожидается еще большая активность людей. На сегодня свой голос подарили уже около 100 тысяч человек. А между тем голосование завершится только 31 мая. Наш следующий сюжет о необычном происшествии, которое одни могут счесть мистическим, другие – обычным вандализмом. Урна с прахом пропала из могилы Новомихайловского кладбища в Барнауле. Об этом нашему телеканалу сообщила жительница Новоалтайска. Прах принадлежал ее маме, которая скончалась прошлой осенью. Сейчас горожанка всеми способами пытается разыскать бесценную потерю. Когда приехали весной сюда, были крайне удивлены. Яма есть, урны с прахом нет. Раскопали могилу, выкрали урну с прахом. Вот такую злую шутку обнаружила Антонина Куликова после родительского дня. Осенью прошлого года к могиле ее отца подхоронили прах мамы, согласно кладбищенским правилам в урне. Стоимость услуги – 10 тысяч рублей. Вот только как долго прах покоился в земле – неизвестно. Весной женщина приехала навестить родственников и ужаснулась. Мы испугались сильно. Во-первых, мне плохо. У меня отнялись ноги. Мне ночью снятся покойники, которые идут за мной, приходят ко мне забирать. Бурно исчезло. В вырытую яму неизвестные бросили черный хлеб. Рядом разбросали мелочь. Говорят, что деньги ложат тогда, когда на откуп дается. Для каких-то колдовских вариантов. Я понятия не имею. Если отбросить мистику, то женщина, хоть и не уверена на 100%, но все же подозревает работников кладбища. Только это мое мнение личное, что кладбище очень нервничает, что сейчас вот открыли кремацию и забрали у них кусок хлеба. После случившегося женщина обратилась в администрацию кладбища с официальной жалобой. Вместе с Антониной Куликовой в администрацию Некрополя заглянули и мы. Где урна? Где она? Где прах моей матери? На Аносова 8. Нет. Вы туда ее унесли? Я никуда не помню. Обращаемся на Аносова 8 в похоронную службу города, куда нас и отправил сотрудник кладбища. Здесь подтвердили инцидент и поступившее заявление. И рекомендовали обратиться в полицию, потому что это надмогильное сооружение, это собственность или родственников, или лица ответственного за хранение. По имеющейся информации, она не обратилась в полицию. Но еще не поздно это можно сделать? Ну, наверное, да. Но полицейского все-таки пригласили уже сотрудники кладбища, хотя это не входит в их обязанности. Сейчас правоохранители расследуют акт вандализма. Как можно прийти, взять, раскопать могилу чужую? Взять, забрать прах? Кому он нужен? Для чего? Это такое оскорбление для нашей семьи. А между тем, рассказывает Антонина Куликова, на днях ей позвонили и предложили деньги за инцидент в городе мертвых. Кто звонил, женщина так и не поняла. Хоть миллиард называй, хоть копейку называй. Прах-то он бесценен. Это память. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Для россиян, в том числе и жителей нашего края, начались четырехдневные майские выходные. Повод тому – 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Этому событию посвятили массу праздничных мероприятий. Стартовали они еще накануне. Так у домов ветеранов провели торжественные парады. Об одном из них в сюжете Данила Казнецова. Под звуки аплодисментов встречают ветерана Великой Отечественной войны Николая Шерстобитова у подъезда. В преддверии Дня Победы под окнами его дома администрация решила провести небольшой парад, который по традиции начался с фронтовых песен. Парад – это не только песни, это прежде всего церемониальный марш. Его для Николая Шерстобитова исполнила рота почетного караула Барнаульского юридического института. Притом, они не просто торжественно прошагали, но и показали строевые номера с самозарядным карабином Симонова. Собрались поздравить ветерана не только взрослые. Послушать его рассказы пришло и подрастающее поколение – школьники-юнормейцы. Нашего государства праздник. Это великое дело. Ведь надо было победить. По сути дела вся Европа против России была. И мы все-таки победили. Подобную акцию с парадами у дома в Барнауле организуют уже несколько лет. И на этот раз их проведут по нескольким адресам ветеранов. Данил Кузенцов, Дмитрий Денисов. День с толком. Программа праздничных мероприятий на 9 мая будет масштабной. Единственное, что отменили в Барнауле, впрочем, как и по всей стране, это шествие бессмертного полка. Уже в 9 утра на мемориале славы руководители края города, а также ветераны и их родственники возложат цветы в памяти погибших Великой Отечественной. А в 10 часов на площади Советов начнется праздничный парад. Участвует войска Барнаульского гарнизона, знаменная группа, сводный гарнизонный оркестр. Колонны пройдут и ретроавтомобили военного времени. В 11.30 на площади Советов стартует также традиционный легкоатлетический пробег «Кольцо Победы». А уже в час дня на площади Сахарова начнется концерт «Нам нужна одна победа». Концерты пройдут и в районах города, а в 22 часа в краевой столице сразу в шести местах прогремится лют. Главная площадка праздничного фейерверка – площадь Сахарова. И на этом у меня все новости. Такой выдалась уходящая неделя глазами наших корреспондентов. А я желаю всем хорошо отдохнуть и поздравляю с наступающим Днем Победы. Напоминаю также, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok